Улица Героев Улица Героев Три танка он подбил И потом, понимаете, преследуя двух Они подорвались на мине Сгорели заживо О подвиге Героя в подробностях Знает Людмила Ефимовна Зайцева Которая проживает на этой улице С 1965 года Я живу здесь Уже 50 лет На этой улице Выросла моя дочь Мои внуки Поэтому историю нашу нельзя забывать Не зная Прошлого не будет будущего Еще в школе Вместе с дочерью писали и сочинения И рефераты Посвященные нашим героям Светлая им память Улицы Чкалского поселка Представляют собой Настоящий мемориальный комплекс Павшим воинам-сибирякам Памятные доски и стелы Безмолвно воспевают Мужество героев Советского Союза Осминина, Товстуха, Пономаренко Ермолаева, Романенко Боевой путь Младшего сержанта Алексея Романенко Пролег от Волги до Днепра За подвиг, совершенный При форсировании реки В ноябре 1943 года Ему было присвоено Звание Героя Советского Союза У нас проводились экскурсии Мы ходили к памятникам Нам рассказывали их историю Мы считаем его героем В честь него названа наша улица Особенной строкой В топономическую летопись Октябрьского округа Вписана 75-я гвардейская бригада В музее боевой славы Средней школы номер 41 Бережно хранятся бесценные свидетельства Фронтовых дорог гвардейцев 75-я гвардейская бригада Была сформирована летом 1942 года Когда было самое напряженное время На полях сражений Омских добровольцев Направили на Калининский фронт В пламени ожесточенных боев Больше 70% сибиряков Погибли в самые первые дни Когда после боев Засеяли поля Там, где шли вот эти бои жестокие То выросла пшеница Высотой больше человеческого роста Потому что земля была Удобрена кровью А такие тяжелые бои Пришлось на долю наших сибиряков Почему? Потому что именно на этом месте На Калининском фронте Шла как бы имитация того Что здесь будет следующее Главное наступление Но главное наступление Главное сражение Планировалось под Сталинградом А наши сибиряки Они как бы вызывали огонь на себя 41-я школа Одна из немногих Где до сих пор живы добрые традиции Нравственного и патриотического воспитания Учащихся Без прошлого нет настоящего Без настоящего нет будущего В советские времена Истории родного края Уделялось большое внимание Элементы краеведения Вводились в программу Основных школьных предметов Начиная с первого класса Пионеры и комсомольцы Собирали материалы для музеев Изучали природные богатства родины Современная молодежь За редким исключением Не может похвастаться Таким богатым опытом и знаниями Вы знаете что-нибудь О Петре Освинина Почему улица названа В честь героя Забыла о каком На какой улице ты живешь? На Балве На Завстуха А ты знаешь, что такое Тавстуха? Не очень А что ты знаешь про Великую Отечественную войну? Ну как? Почти никак Ничего Историческая безграмотность Представителей молодого поколения Имеет свои глубинные корни Пробилы в образовании Дают о себе знать Было на неделе Пять встреч с учителем истории Три часа истории Два часа общества знания Сейчас два часа В неделю Причем До девятого класса Бегом изучили историю Потом в десятом, одиннадцатом классе Мы его скоренько, быстренько повторили И поэтому Не успешная сдача экзамена Не знание истории И поэтому Когда сегодня берут интервью У молодежи, у детей, у школьников И они не знают, что ответить Это не вина школы И не вина детей Остается только уповать На светлое будущее Отечественного образования Где все же найдется достойное место Такому школьному предмету Как история Алла Ливина Максим Ложкин Обком ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok